Дюха, готова к сельской жизни? Всегда готова. Ну тогда держи, давай. Нет, наоборот. Ой. Ой, какая хорошенькая. Добрый вечер. Я Лариса Гудеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки. Знаете, есть такое выражение. Можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда. А наша сегодняшняя героиня вот добровольно все хочет бросить и уехать в деревню. А кто же ей может составить компанию? Хозяйственный пчеловод Сергей, улыбчивый клоун Роман или осторожный администратор Александр? Ну, нам предстоит узнать. А пока давайте с невестой познакомимся. Вот мне бы насело. Вот мне будет весело. А сегодня пришла сюда найти того, кто составит мне компанию. Молодец, проходи. Надежда, 28 лет. Приняла решение о разводе, когда поняла, что супруг вместо былой страсти пробуждает в ней материнский инстинкт. Надежда, заместитель главного бухгалтера в туристической фирме, гордится тем, что окончила университет с красным дипломом. Признается, что устает от людей. Мечтает переехать жить в деревню. Надежда не свяжет свою жизнь с самовлюбленным гламурным парнем хрупкого телосложения. Выйдет замуж за хозяйственного и прямолинейного мужчину, у которого есть дом в деревне и пара трудолюбивых рук. Надюха, это чем же вам ваш муж напоминал ребенка? Писался или это, любил вот это, не оторвать было? Нет, скорее тем, что на диване-то он лежал, слава богу, не писался. Но смотрел телевизор, играл в компьютерные игры. И, собственно говоря, как мужчина себя проявлял достаточно слабо. Ага, а когда выходила, где были глаза замуж за него? Глаза были в розовых очках. А мамка что говорила? Мамка у меня очень к этому всему относится спокойно. Она в чужие отношения не лезет, даже в наши, в дочерние. Поэтому принимала решение, сама-сама, собственно, расплёбывала. Но про птичку-то мамка мозгоклюйку рассказала вам? Рассказала, да. Случилось такое в моей жизни. Она мне сказала, что очень сложно всю жизнь быть птичкой-мозгоклюйкой. Я решила, что в наших отношениях с мужем я уже приближаюсь к этой породе по чуть-чуть. То есть вы ему встань, иди работать. Встань, сделай хоть что-нибудь. Иди, закончи институт. Давай я помогу тебе написать диплом. А давай мы с тобой туда сходим на собеседование. Ой, иногда лучше вот так не клевать. Расскажу одну историю. Вот так же жена своему говорила в течение года. Ну, вкрути ты лампочку, Господи, ну, вкрути лампочку. И вдруг вот, ой, наступил счастливый день. Поставил табуретку, газетку расстелил, в семейных трусах. Прям люстру, говорит, повесь хрустальную. И он прямо вот вместо лампочки люстру хрустальную вешает. Она на радости подходит ему так взды. И он... Так что, может быть, не всегда стоит. Я тоже решила, что, наверное, пора с этим заканчивать. Тем более, что отношения уже не муж и жена стали, а мама и сын. То есть я должна была направлять, помогать. А сколько лет ему было? Он был старше меня на 2 года. Мне было 21, а ему, соответственно, 23. Поэтому, девочки, думайте, за кого замуж вы ходите. И в каком возрасте. Наверное, рановато еще было просто. Мне нравится, симпатичная. Очень даже. Ну, ладно, развелись деток, не нажили. Хотя он сказал, что, когда я ему объявила о том, что надо нам уже расстаться, он сказал, надо было тебе ребенка сделать, тогда бы ты никуда от меня не делась. Ага, тогда он бы продолжал лежать, а вы бы... А я бы взяла детьми уже. А может, наоборот, от него бы отвернулись бы, ребенком занялись бы, а ему бы ничего не оставалось, как пойти работать. Ну, это подизна, слишком рискованно. Одета со вкусом, не броска. Ну, она, по-моему, про деревню-то ничего не знает. А про деревню пока и разговора не было. Ну, наш, что невеста, жизнь ничему не научила. Второй был возлюбленный, просто ребенок, реально 20 лет. Ну, там были и амбиции, и мозги там все-таки были получше, я бы сказала. Амбиции? Да, амбиции, конечно, очень перспективный был молодой человек. Ну, он есть у нас... Нет, как раз из семьи не богатый, но он, у него были стремления. То есть вы потенциал считаете, что он вам рассказывает? Да. Или реальность такая? Конечно, рассказывает. Вы же женщины в уши. Значит, чем больше... Пил в уши, да, что все будет хорошо. Надюх, лет 15 потерпи, закончу институт. Хотя бы пил. Многие даже и не поют, и не обещают. Хотя бы пил уже что-то. Ну, девчонки, мы же сказочницы, мы же сами можем придумать все про мужчину. Придумать сама что-нибудь. Нет, девушка симпатичная, ничто не говорит. Девушка интересна внешне. Ну, огонька, азарта, не чувствую. А вот когда второй раз уже сходила с этим мальчиком, мамка что сказала? Ничего, хочешь сходить. Мама у вас как-то в параллельном мире живет? Она, нет, она считает, что ничего, я от этого не умыла. Просто мамка поняла, что бессмысленно все это пережить. И сколько вот с этим пацаном? Два года. Это какая-то, знаете, на самом деле пошла тенденция, когда 20-летние мальчики сейчас пытаются найти себе женщин постарше. Это не альфонсы, а именно каких-то, что-то их в них возбуждает. Ну, у меня сосед такой, да, он мне за 40 только, ему 22. Вы сняли квартиру или купили? Мы не сняли, у моей семьи была одна комнатная квартира. И вы ему сказали, вот есть миллион, делай там ремонт. Мои деньги, которые я на машину себе, мечту променяла на... И вы взяли вот мужчине, чтобы повысить его самооценку, сказали, ну вот прояви себя, ну вот на тебе денежки, твори. Денежки ему никто не давал. Денежками распоряжалась я. Квартира была нашей семьи, там никому я ничего не дарила. А он вот после того, как бы сделал этот ремонт, что-то ему хотя бы бы досталось за труды? Конечно, я. Ну что, вот вы бы там дали бы часть этой недвижимости. Нет. А какой ему стимул был пахать? Ему был стимул, он хотел со мной строить отношения и семью. Это не стимул. Да вы его загрузили еще до того, как строить семью. Он сам загрузился. Ну и так сделал ремонт? А если доступ к телу так-то не давался, понятно, что надо было хоть что-то так давать. Нет, ни в чем можно обещал, а оказалось, пришлось отвечать за свои слова. И такое бывает. А он что, штукатур, маляр? Нет, он спортсмен. И вот когда ремонт подошел к концу, то что? Он сказал, что энтузиазм тоже подошел к концу, и он сказал, что ему сразу стало неудобно ездить, он из Подмосковья, сразу какие-то стали препоны возникать на пути, вот, заселяйся и живи. Ну, испугался просто. У нас был несколько лет назад хороший парень. Я говорю, а почему вот с девушкой все так складывалось, семья у нее приличная? Он говорит, а вы знаете, я каждый раз приезжаю к ней на дачу, меня потенциально свекла тесть с тещей, и начинали проверять. Он говорит, натаскать воды и наколоть дров, это было самое безобидное. Он говорит, я приезжал и должен быть в калутник. Надоело, не хочу. Поэтому вот такие испытания, они не под силу мужа, у которого уже общие дети там с вами были бы, несколько. А вы взяли и парню, ну, вот так как... А как я должна понять, как он будет себя проявлять в семейной жизни? Пусть проявит себя так сначала, я посмотрю. Детчик, вас такими мыслями... Боюсь, что вы переоцениваете свою ценность в этом случае для мужчин без обиды. Женщине кажется, что он так хочет с ней жить, что он будет выполнять любые ее пожелания. А на самом деле оказывается, что он хочет с ней жить, если она не очень будет его отягощать. Да, еще и слава богу, что это на деньги надежды. А то девушки, которые к нам приходят, они хотят, чтобы им ремонт сделали еще за свой счет, молодые люди. Ну, гнездо-то ввели для двоих, он... Ну, дорогая моя, ну как, ваше гнездо, и в случае чего он бы из этого гнезда вылитнул бы. А без материальной выгоды вы считаете... Нет, я так не считаю, нет, милая, я так не считаю. Я просто считаю, уверена абсолютно, что все должно быть поэтапно. Мужчина тоже должен быть в свой интерес, кроме доступа к телу. Свой интерес. Я не представляла его, он же сам был совершенно не против. Ну, хорошо, а вы с ним не выясняли отношения, почему он выпахнул? Мы поговорили, он испугался. Испугался? Он сказал, что он еще не готов. Конечно, потому что если на начальной стадии на него уже вот столько забот и хлопот, то он подумал, что же будет дальше. А это ведь то же самое, представьте, он бы тест стал проводить над вами уже. Допустим, он сказал, что вот в течение года каждый день ты должна пересирать тонну белья. Перестираешь, значит, женюсь. Ну, пусть не тонну. У меня живет одинокая бабушка в другом районе города, нужно приготовить ей супчик, котлетки отмести. Да, ухаживать за ней. Да, каждый день. И интересно, когда вы сломаетесь? Я бы оценила свои... Ты же претендуешь на звание моей жены. Ну, я бы оценила, что мне удобнее в этой ситуации. И либо взялась бы за это, либо бы не взялась. Скажите, а вот желание переехать в деревню, это не связано с неудачами в личной жизни? Нет, абсолютно. Это скорее связано с моим уже моральной усталостью от всего. А кем вы там будете работать? У вас, в принципе, престижная... Где бухгалтер и где фермер? Ну, сейчас очень многие работают фриланс, удаленная работа. Бухгалтер тоже может работать. Если у вас будет настоящее фермерское хозяйство, вряд ли вам удастся еще выкраивать пару часов ночных на фриланс бухгалтером. Ну, как-то же живут люди там, значит, фермерским хозяйством. Нет, вы собираетесь... Нет, вы озвучите нам свой план. Если вы собираетесь жить фермерским хозяйством, расскажите о том, как вы его будете строить. Либо вы просто хотите домик в деревне, где уединяется от деревни через интернет. Нет, в деревню, все-таки в глушь в Саратов. А, понятно. А с чего вдруг вам так это город-то надоело? Устало. От чего вы устали? Суета, шум, люди. Люди? Да. То есть вы мизантроп? Я мизантроп, да. Физический труд там предполагается? То есть такой не время от времени, а прямо полноценный по 20 часов в сутки, как они в саду работают? Стали зоренькой, коробку подоили. Я лучше физический труд, чем моральный. От морального я уже... Ну, я вас хочу успокоить, потому что сегодня огромное количество людей хотят переехать в деревню. В основном мужчины. Как правило, женщины говорят, да ну нет, привыкла. Ванная, теплая. А где делать это? Водозим маникюр, педикюр. Поэтому то, что вы, молодая женщина, симпатичная, хотите в деревню, вы точно себе найдете единомышленника. Я в этом абсолютно уверена. Кибарку построишь, будете там помидор крутить. Так нет, если барышня собирается переехать в деревню, она же едет к мужчине, а у мужчины уже есть хозяйство. Ну, а вы себе представляете вообще деревенский быт, хотя бы на секундочку? Кто будет обеспечивать все остальное вокруг этого? Нет, пускай будет газ, свет, дорожки. Нет, ну там будет газ, свет, дорожки? Конечно. Тогда с чем должен мужчина к вам прийти? Вот просто скажите. С двумя руками, с двумя ногами и с головой на плечах. И без денег. У меня тоже нет денег, поэтому мы на равных будем. Начнем вместе. Ничего страшного. А вы хотите зарабатывать на этом хозяйстве? Нет. Просто для души, для себя? Ну, помидоры, наверное, закрутила на ходу? Да. Лариса, ну что помидоры закрутить, это надо же хотя бы какую-то хибарку купить. Послушай, ну купят. А раз у нее... Сегодня это недорого, потому что все из деревни пытаются переехать в Москву. Ну там, значит, вот такая... Если уж на то пошло, то хибарка есть. Нет, Ролл, сегодня это все доставит. Так что... А, хибарка есть. Хибарка есть. Нет, самое главное, что нам понятен формат. Надежда не лезет туда, куда она не могла бы полезть. Да, мне это нравится. Потом она не мечтает о рублевке, как приходят девушки ее возраста и мечтают, чтобы им уже все это готовенькое предоставили. Ты будешь своим заниматься делом, а? Своим. Так может быть, тогда деревенского парня? Почему нет? А то есть образование не важно, по сути? Мне бы хотелось с ним поговорить, потому что я сама... А что она будет долгими зимними вечерами с ним делать? Я про тебя говорю, деревенского, наверное. Я не думаю, что деревенский, это обязательно шапка-ушанка, бутылка. Нет, я имею в виду, что у него не будет, допустим, высшего образования. Будет колледж какой-нибудь, сельскохозяйственная школа. Главное, чтобы был рукастый. Человек может быть начитанный, эрудированный, с ним будет о чем поговорить, рукастый действительно. О чем поговорить? О чем поговорить? О многом. Даже за жизнь поговорить. Потому что сейчас об этом-то... Это тоже проблема, на самом деле. Он не за жизнь с разговора. А я люблю. За чашкой чая. Просто ты шесть лет со всеми за жизнь тут разговариваешь, поэтому я уже устала. Я знаю, что маменька ваша переехала в деревню. Да, вот так раз в Тухе-Барху, о которой я и говорила. А, вы с мамой собираетесь жить? Нет, это если на крайний случай. Конечно, я хочу уехать мужчиной. Потому что мужчина в основном ставит условия, только никаких тёщ рядом. Ну, отлично, пусть предоставит мне место без тёщи. Ничего, у вас нет никакой загадки, тайной, которую еще можно было перемусоривать здесь 40 минут. Я абсолютно на вашей стороне. Мне это нравится. Все, что у вас, мне это нравится. Я тоже считаю, что у нас сегодня задача, в общем, достаточно простая. Потому что хотите вы простого. Поэтому, вполне вероятно, сегодня и придут мужчины, у которых уже есть домик в деревне. Может, там и хозяйка какой-нибудь. Надюша, а тестировать будете мужчин? Тестировать? А давайте все будем вчетвером их тестировать как-то на пригодность. Потому что сейчас увидят ваши глазки красивые и будут на всё согласны. А на что мы тестировать их будем? А мы сейчас придумаем быстренько на его готовность переехать. Нет, а если у него уже... Я бы хотела, чтобы у него уже готовое было. То есть, чтобы он уже был местный. Ну да, то есть уже который переехал. А ты обязательно расскажи, кто такой деревенский. Всю жизнь вам будет хотеться оттуда, где вы есть. То есть всегда будет казаться, что где-то иная жизнь, она лучше, чем та, что есть. Я не удивлюсь, если вы на время обосновитесь в деревне. Потом, может быть, вам среди канадских рысей предстоит пожить или захочется пожить. Я абсолютно уверена. Это не то, что тяга к перемене мест. Это значит, женихам надо беспокоиться. Это желание всё время какой-то лучшей жизни. Нет, это нужно самой в себе разобраться. На это, конечно, требуется время. И посмотреть, подумать, действительно ли та участь, которой вы так желаете, она так хороша. На мой взгляд, вы теоретики. А если, например, у мужчины будут дети от прошлых жизней, от прошлых жен, и они на каждое лето и зимние каникулы будут приезжать к вам? Ну, это сложный вопрос. Надо с детьми. А вы подумайте, что здесь сложного? Мне бы не хотелось. Вот, молодец. Для меня это было бы минусом. Ну, то есть он должен быть с чистой биографией? Желательно. Я тоже чиста. То есть без детей? Начнём всё с чистой биографии. Без детей? Без детей. Без детей? Ну, мы не контактим, не с... Ребёнком так пишем, списываемся, он приезжает, а с ней нет. Я вам желаю встретить такого же парня, как и вы, целеустремлённого, но только чтобы он не был сказочником всё-таки. И я согласна, не хотите с детьми легче. Зато я честно. Да? Легче будешь с человеком, у которого будет не так тяжелая биография. Будем искать? Угу. Хорошо. Через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Надежда». Встречайте первого жениха. Здравствуйте. Хотелось бы вот послушать ваше отношение к деревне, что вызвало ваше желание переместиться. Вот. Обсудим. Попробую рассказать. Сергей. 40 лет. В прошлом сотрудник логистической компании. Сейчас владелец личного подсобного хозяйства. Разводит пчёл и поросят. Увлекается подводной охотой. Гордится тем, что уехал из города и стал сельским жителем. Мечтает построить яхту. Предупреждает, что его возлюбленной придётся работать в огороде. После переезда в деревню Сергей принял решение жениться. Но все попытки найти любительницу провинции обернулись неудачей. Надеется, что «Надежда» его не разочарует. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я смотрю, Медо. Да, вот у меня пара подарков, как бы, для невесты. Не знаю, передать через стол или кто-то. Давайте, я передаю. Будьте любезны. И альбом с видами нашей деревни. И с окружающими посёлками. Изборск, Печоры. Скажите, а вы-то от чего устали в этой жизни? Или на то были другие причины? Ну, я вам так скажу. Может быть, неудачи в личной жизни? Нет, ничего такого не было. Устал, честно говоря, жить по графику. То есть, с утра вот это, как я, идти на работу. Вы из Питера? Да, я из Санкт-Петербурга. Живу там с 8 лет. Я переехал в Псковскую область, Печорский район. Правильное решение сделал, что выбрал такой путь, я его поддерживаю в этом. И у вас ведь были попытки перевезти туда женщину, в которую были влюблены? А почему не получилось? Нет, такого как бы не было. Так получилось, что когда я переезжал, у меня не было ни с кем отношений. Но может быть, в этом ошибка, что потом мне пришлось как бы вот в поиске включиться, уже находясь в деревне. Потому что, ну, объективно понимаем, что городской житель, это городской житель. Среди городских жителей единица тех, кто хочет переместиться в деревню. А интернет у вас есть? Есть, есть. Вот именно в интернете как бы я занимаюсь поиском на профильных сайтах, желающие переехать в деревню. Ну, если что, двое.тв, не забывайте, это наш сайт. И вот вы познакомились с женщиной, она вам понравилась, у вас с ней все это закрутилось, завертелось, у нее был маленький ребенок. Да, это один из случаев. Мы встретились, я съездил, предложил встретиться в Москве. Вот, я к ней приехал, значит, мы погуляли, понравились друг другу. Вот, и, собственно, после встречи мы стали переписываться. Она в это время решала свои домашние какие-то проблемы, готовилась к переезду, как она мне говорила. Ну, проблема, она была замужем на тот момент. Вот, маленькая проблема. Это, как бы, не было проблем, потому что отношения у них закончились. Не было официально это закреплено бумажно, собственно. Она пошла в суд, они подали заявление, стали разводиться. Ну, хорошо, и с какими трудностями вы столкнулись? Что у ребенка нет детского садика там или что? Значит, мы долго-долго переписывались, от нее я не слышал конкретных вопросов и считал, как бы, что это не так важно для нее. Вот деревенские проблемы какие-то потенциальные. Ну, хорошо, какая-то инфраструктура, там, детский сад, магазины, работа. Когда, когда подошло время, вот, мы стали обсуждать уже конкретную дату переезда, она стала задавать конкретные вопросы по нашей, собственно, здесь деревенской жизни. Ну, и выяснилось. Спросила про детский сад, про медицину, там, удобство, вода, электричество и так далее. И какой ответ она получила? Она получила ответ, что деревня это деревня, существуют бытовые неудобства, медицина удалена, детский сад удален. То есть эти вопросы придется решать попутно. Хорошо. А когда вы фантазировали на тему женщины с маленьким ребенком, вы же знали это, что далеко детский сад, что дети часто болеют. Для меня это естественно. И хотя бы медпункт какой-то должен был бы быть поблизости. Ну, потому что у нее машины есть, или она хотя бы водить умеет. Нет, конечно, я так не думал и не рассчитывал, то есть на... А на что рассчитывали? Я рассчитывал на то, что девушка, собирающаяся переезжать в деревню, она знает, куда она едет. Она сама медсестра и учитель с начальных классов. Слушайте, для 40 лет он выглядит очень хорошо. У него такая кожа подтянутая. Ну, пчелиный мед, во-первых, натирание, такая, понимаете, там, эти укусы, там, это все же... Как омолаживать с мужчиной? Ну, как женщина? Засовывает голову волей. Не укусает, потом, когда кожа сама приходит, она... Ну, хорошо, и чем закончился этот роман? Ну, закончилось это тем, что... Не до чего не договорились. ...девушка сказала, что она как бы не готова к таким условиям. А она думала, что вы предложите ей коттедж на Рублевке, вот как раз? Нет, как раз нет. Ибо сайт, на котором мы знакомились, имеет возможность выкладывать фотографии. У меня полно фотографий на сайте, полно информации было обо мне. А принесли фотографии? Ну, вот, Надежде я подарил альбомчик с неким набором, собственно. Ну, знаете, чтобы сейчас вам голову не морочить, да, у нас есть видео, и мы можем ознакомиться, чтобы вы знали. Давайте посмотрим, чтобы было предметнее, собственно, вести беседу. Здравствуйте. Вот, собственно, мой участок, мое хозяйство. Это моя пасека. Здесь я получаю мед. Вот там у меня хлеб. Это мои свиньи. Ходячие кошельки. Каждые полгода рожают по 10 поросят. Дают мне прибавку, зарплату. Здесь они будут зимовать. Вот это бытовка, в которой я пока живу, до начала строительства дома. Это мой трактор. Это, собственно, агрегаты для обработки земли. Котилка. Культиватор. Это мой автомобиль. Это стройматериалы для дома. А это мой зверь. Молодец. Хороший. Ну, я, конечно, плохо себе представляю, как можно было в бытовку перевезти женщину с ребенком. Не планировать еще детей. А дома вообще нет еще. К дому я приступаю буквально после визита в эту передачу. То есть еще нет ни фундамента, только стройматериалы. Приблизительно так. Какие требования к жене? Вот у вас там свинюшки, пчелы. Будете нанимать людей, которые... Дело в том, что личное подсобное хозяйство подразумевает личное участие. Без наема работников. Не надорветесь? Потому что вы как-то позагрустили. Вы думали, может быть, ходить в красивом сицевом сарафанчике по прекрасному огороду? Нет. И есть клубничку, которая по щучьему велению вырастет. Нет, я об этом не думаю. Что вы умеете делать? Как вы не думаете? Я у меня все. Вот, например, фотографию посмотрела. У меня таких фотографий дома. Наверное, тоже целый альбом наберется. Потому что так прошло мое детство. Как там свинки рожают? Я просто даже не понимаю, это прошло. Я выкормила просто практически этими руками соски теплым молоком. То есть вы, собственно, выросли в деревне, к бабушке ездили, там жили, родились. Да, я там не родилась. Я там жила все лето. От и до, с трех до... И занимались хозяйством, помогали. Скажите, пожалуйста, дорогой мой, вот у Надежды есть запасной аэродром в виде прекрасной квартиры с роскошным ремонтом в Москве, да? Которую она будет сдавать, и в случае чего она всегда сможет вернуться в эту прекрасную квартиру. Если не загайпили. И наигравшись. Ну, не важно. А вы? Что вы оставили в Питере? Что у вас есть? А у меня ничего нет в Питере. У меня есть пяти родителей, к которым я езжу периодически их навестить. Мам, привет. Человек ищет, наоборот, лучшего условия для жизни, а он отдаляется от них как-то. Знаешь, в конце концов, он разденется, идет в лес вообще, говорит, что свиньё. И скажет, я буду есть, она будет мне деньги поносить, я буду продавать, непонятно, кому продаю её. Ну, то есть зачем это? Вы воспринимаете деревню как некое такое своё пространство свободное, где вы будете гулять, цветочки, ягодки? Нет, я готова работать, я бы хотела работать, я бы хотела и огороды. Можно узнать конкретно, к чему вы готовитесь, что вы хотите там делать конкретно? Конкретно? Огород, грядки, картошка, редиска, лук, всё подряд. Вот свиньи. Понятно, понятно. Козы, кролики. Хорошо. То есть вы, собственно, если, допустим, у меня ничего не было, вы сами готовы развивать личное подсобное хозяйство. Ну, конечно, вы же слышали. Для меня это не вопрос. Прекрасно. Покажите сюрприз. С удовольствием. Пойдёмте, Надежда. Вот я подготовил вам такой сюрприз. Проверим ваше умение общаться с животными. Чудесные животные. Будьте добры, я вас сюда приглашаю. Это вам. Вот. Берём свинку. Берём свинку. И вы её кормите яблочками. Ой, с какой любовью вы её держите. А свинок надо держать правильно, иначе они начинают дёргаться, вещать. Ой, голодный поросёнок. Ну, замечательно, замечательно у нас всё получается. Конечно. Не сомневалась. Можно ещё одну? Да, конечно. Пусть кушает. Тянется. Ай! Тянется, родной. Ну, давай, всё. Коронный был. Мы второго покормили заодно. А он, эта свинка, я вижу, что она будет визжать. Не надо её. Да? Не будем трогать. Пусть она остаётся. Ну, хорошо, мы ей накидали. Возьмите, возьмите. Вы думаете? Да не думай, а знаю. Покажите нам. Это свинка маленькая. Давай, скорей, скорей кормить. Скорей кормить. Занимательный. Занимательный, давай. Скорей кормить. Ой, какая. Скорей, погладь. Я носики люблю. Скорей кормить. А как зовут? Манюня. Манюня. Стандартно. А это хрю. А это хрю. Ещё просит, ещё просит. Но это просто всё слишком мило. Мне кажется, когда она увидит настоящего этих огромных свиней, которых надо кормить. Ну всё, мы уже от зависти здесь сидим, ёрзы. Спасибо вам огромное. Серёжечка, проходите. Свинки, кушайте. Отстаем так, всё, потому что. Прошу. Спасибо. Спасибо большое. Проходите. А вы знаете, убедил. Убедил. Можно сейчас цепляться, искать блог там, где не надо, и что 40 лет и нет детей, и нет никакого опыта, и бытовка, это всё. А можно и цепляться. Не, меня тоже убедил. Единственное, что... Вот я своё деревенское такое детство, когда ездили, они всегда как-то странно одевались. Вот мне как-то стыдновато было. Ну, для деревни, наверное, это нормально. Для деревни, наверное, это нормально. Нет, Серёжа одет прекрасно, он в хорошей форме. А вы не видели по фотографии? Он вполне себе модный. Ну, я могу сказать, что у него астрологически луна находится в Накшатре, это такие индийские деления зодиака, которые говорят, жизнь может в любой момент совершить резкий крен. Я так понимаю, что в какой-то момент он принял решение резко уехать в деревню, то же самое может произойти через какое-то время. Я в его случае, ну, рада, если он будет поднимать наше сельское хозяйство, но я бы не зарекалась, что это навсегда. Ну, так ты не зарекалась, что у Надежды это всё навсегда? Стабильность может пошатнуться. В сельское хозяйство я поднимать не буду, но я настолько уже укоренился в деревне, что вытащить в город меня клещами невозможно. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся на студии «Надежда». Встречайте второго жениха. Привет, Надежда. Я хочу сегодня тебя отговорить от твоей деревенской истории и сказать тебе, что в городе жизнь прекрасна. Послушаю. Спасибо большое. Роман, 33 года. Фокусник и ведущий праздничных мероприятий. Гордится тем, что стал городским жителем и состоялся в столице. Мечтает сняться в кинокомедии. Признается, что часто теряет ключи и паспорт. Роман расстался с возлюбленной, когда понял, что не готов расстаться с жизнью ради любви. Надеется, что у Надежды чистая карма. Роман, предыдущий жених поменял городскую жизнь на деревенскую. А у вас какая точка зрения? Ну, я считаю, что надо стремиться к чему-то лучшему и достигать что-то большое и интересное. В деревенской жизни все-таки присутствуют некоторые моменты, которые нет в городских и к чему привыкли мы уже так. Если мы изначально не жили в деревне и не знаем, что такое давать корове там или ходить там собирать яйца за курицами, я не знаю, как это правильно звучит даже, то лучше не заходить туда дальше. То есть не надо двигаться в этом направлении, надо здесь развиваться, здесь есть все возможности, здесь есть все для счастливой, хорошей жизни. А если у нее вот такая вот болячка? Какая? Не любит она людей. Людей не любит она. Мизантропия называется. Хорошо, Надежда, вопрос такой. Можно вопрос, да, Надежда? Да. Вы приехали в деревню, дальше там же тоже есть люди. Там есть бабушки, там же есть сельпо-продавщица, не знаю, там же есть какие-то движения. Эти бабушки не будут за мной ходить целый день, преследовать тебя в метро, на работе. Да тебе бабушки намного хуже, Надежда. Деревенские бабушки. Отводим бабушек, не вопрос. У меня с этим трудно. будут дедушки ходить. Замечательно, дедушки я люблю. Вы же сами из деревни. Я не в деревне, это поселок городского типа, где были пятиэтажные, девятиэтажные. Хорошо, Роман, давайте лучше про любовь. В вашей-то жизни кипели самые настоящие шекспировские страсти. Почему нужно было ради любви с жизнью-то прощаться? Прощаться с жизнью я не хотел, но просто у моей девушки моя история заключает в том, что да, я любил человека очень сильно, она была и замужем, но так получалось, что ее окружали не какие-то позитивные моменты жизни, а именно черные дни. То есть много очень черных дней таких было, что теряла она людей своих близких, кого она любила, она теряла их. Ну, например? Ну, например, да, мужа, потеряла она мужа, то есть... Ну, у многих бывает. То есть верит в некую мистику и использует ее в своей жизни. Послушайте, дорогой мой, вы же знали, что она не свободна? Знал. Вы же вступили в эти отношения? Это при любодействии. Конечно. Я вступил в эти отношения, но я же вступил в ненасильность, то есть это было обоюдно. Ну, хорошо. Обоюдно. И она осозналась, призналась своему мужу в том, что полюбила другого, парня. Так получилось, что да, муж, наверное, все-таки сам начал понимать где-то какие-то моменты, потому что она не скрывала своих, как бы, таких вот левых отношений, да. Она, находясь дома, она могла говорить по телефону со мной, да, я слушал там, я на нее ругался, я колол трубку, я не брал, ну, не общался. А как узнали, что вот после этого вашего аморального поступка с замужней женщиной он выбросился с 13 этажа? Она позвонила мне, то есть она сказала мне эту новость. Что, типа, я теперь свободна, потому что... Нет, нет, ну зачем так? Это, конечно, это очень так вот было бы, конечно. Что он выбросился, да? Она просто сказала, да, Сергей сегодня сделал там тот, тот. Боже мой, как же вы живете-то с этим? Как сказали подруги мне ее потом при встрече, ты выбрал очень тяжелый для себя, говорит, путь, но если ты выбрал, то, говорит, тогда иди с ним, то есть как бы вот так вот. И сколько вы с ней попросили? Общее количество, наверное, в общем месте, так, по годам, а если 6 лет. Такое ощущение, что он герой, а не она. Надежда хочет жить в деревне. Да, Надежда. А вы не для этого уезжались в провинции, да, чтобы сейчас вернуться? чтобы возвращаться туда, откуда все едут. Зачем тебе это надо? Да, еще раз как бы хотелось. Сейчас уже все возвращаются как раз, именно в деревню. То есть обратно. Ну, возвращаются куда? Наверное, в хороший, красивый домик на, там, скажем, 100 км от Москвы? Если поработать, можно и домик себе заработать красиво. А где поработать? В деревню? Я не хочу работать. Домик в 100 км от Москвы, это не деревня, это Подмосковье. Нет, где поработать-то их? Ты говоришь, поработать, заработать. Заработать в деревне? Даже в той же самой деревне. Почему нет? А что же надо делать такое, чтобы заработать на дом? Куда? Куда? Хозяйственное свое. В Саилан, например, да, уезжают жить. Там же как-то работают, обзаводятся, остаются жить. То есть понятие деревни это и заграница тоже в твоем случае? Нет, я не хочу туда, мне наш климат нравится, я хочу работать, я хочу вот... Так, ну я спрашиваю, как можно сработать в деревне на дом? Вот именно живя в деревне, не в городе, а в жизни? Почему нет? Если мозги есть, то мне нужен только интернет. Ну, свиньи, я понимаю, курицы, коровы, да, но... Ну, отлично, это я буду кушать, все остальное я буду копить. А, ну он просто не хочет, чтобы она ехала и... Да, хочет как раз взять ее, как говорится, в невесты только в городе. Сейчас он покажет, какой он классный, и все будет. Да, закрепился же в Москве. Вы знаете, какие зарплаты в отдаленных краях, там, надо сказать, России, губернике? Знаю. Какие? Их практически никаких нет, там работы нет. Потому что они не умеют работать, вот она так... Они не хотят на самом деле. Ну что далеко ходить? Вы на каких-то мифических примерах. Мой родной брат живет в деревне. Его жена потрясающий стоматолог. Ездит в город, ну там это подмазка, как рублевка вот в Оренбурге. Она получает тысяч восемь рублей. Восемь. Мой брат мастер спорта, он тренер в школе, и у них свое хозяйство. Они правда сводят концы с концами. Своё хозяйство. Они работают по 24 часа в сутки. Мой брат за 11 лет один раз был в отпуске, одну неделю. Правда тяжело. Но если вы не боитесь этих трудностей, я не стану вас отговаривать. Просто не стану, потому что совесть моя не позволяет. У вас своя судьба, у вас своя жизнь, и вы её вот так нарисовали. У Надежды своя. Зачем мы ей сейчас будем выклёвывать мозг и говорить, что у неё ничего не получится? У неё получится, если она захочет. Просто ей нужно найти единомышленника. Вы единомышленник. Тем более, вы ещё и клоун к тому же. Нет, не клоун. Курсы поваров закончили. Хорошая профессия. Фокусник, а не клоун. Клоун это разные вещи. Ведущий и фокусник. А вы можете нас порадовать? Я хочу вас порадовать, хочу вас удивить сюрпризом. Ой, пожалуйста. Эй, эй. Сейчас мы ещё проверим, какой ты фокусник. Можно, да? Ну, давай, покажи фокус. Вот на вас именно, Роза. Ну, давай, на мне. А на ком же ещё здесь показывать фокус-то? На мне. Так, обычная колодка, столицы и карты. Я вам, конечно, вот так покажу, чтобы вы видели все разные вещи. Да? Сейчас мы так вот делаем. Скажите стоп. Просто скажите в режиме стоп и возьмите нижнюю карту. Стоп! Берите. Пока покажите всем зрителям. Все? Давайте сюда вот карточку эту. Оставим её. Вот. Ну, а теперь самый сюрприз. Встречайте. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ А интересно, у человека характер вот такой весёлый или он только на работе так? Или он устает от этого веселия потом по звуку? АПЛОДИСМЕНТЫ СОЛСИСТАСКИЯ СОЛСИСТАСКИЯ УКИ. АПЛОДИСМЕНТЫ УКИ. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Спасибо вам большое. Ваше время истекло проходить в свою комнату. Спасибо. У нас есть еще один жених Наденька. Проходите и знакомьтесь. Спасибо. Аплодисменты. Вы, как наш первый жених, решили перебраться в деревню, чтобы решить какие-то свои проблемы? Что так, устали? Или, может быть, думаете, что вас там в деревне теща бывшая не найдет? Ну да, так получилось, что мне пришлось жить с тещей в одной квартире. Она врывалась в вашу комнату в самый неподходящий момент. Может, она хотела проверить, хорошо ли дочке, правильно ли вы все делаете, понимаете, не больно ли ей? А вот поговорить с ней. Или как взрослого парня, ведь хватило мозгов и возраста для того, чтобы жениться, например. Может быть, стоило снять какую-то жилплощадь. Нужно сказать, Марья Петровна, давайте вы не будете заходить в нашу спальню, когда на двери висит верхняя часть женского бельяного квартира. Или давайте однажды я к вам с дядей Петей так тоже ворвусь ночью, где вы там по-стариковски. Так он же был на ее территории, она же хозяйка. И что ж теперь, жизнь портит молодым? Я считаю, что молодым как-никак надо жить все равно отдельно, чтобы... Но это уже вы, дорогой мой. Если у вас хватило мозгов сделать девушке предложение, вы должны были позаботиться, куда вы ее приведете. И раз вам некуда было привезти, значит, в темноте и под одеялом, и очень тихо. Ворвается теща, вы спите, как будто бы. У меня не пошло. Поэтому детей не успели сделать или получилось? Почему? У меня есть... От испуга, от перепуга. Потому что охи, вздохи, родителям неудобно. Да ладно, родители просто разные бывают. Нет, родителям просто неудобно, особенно поначалу, с чужим человеком под одной крышей, да, взросли. Александр, но в деревне тоже, знаете, бабка надвое сказала, и соседи, и условия не те, поэтому... Да, там в деревне весело, конечно. Или в самый неподходящий момент хрюшка, вот как забежит к вам там, это самое. И, ну, одеяло стягивает, тоже перепугаетесь. Или петух не вовремя закукарекает. Нет, я не перепугаюсь. Тоже свои есть трудности. А сейчас у вас что есть? У меня ничего. Как-то не было ничего? Я в будущем планирую. А вы откуда приехали? Куда? Я с Московской области. Я вообще из Щербинка, Московская. А там что в Московской области? Родители? Ну, там вроде как поселок, да, такой, городского типа. Там с родителями живу сейчас. Так как, говорит, ничего. Так может быть, к родителям и привезти невестку, и пусть и пашет там на огороде, если ей хочется деревенской жизни. Я не хочу никого везти, ни к своим родителям, ни к ее родителям. Тогда чего хотите? Я хочу строить с девушкой деревья. А есть изначальный капитал-то? А не скажу. Не скажет он? Ну, возможно, есть. Есть. Нет, такой еще не как будто монологовый. Тут полиция сидит. И у него там пытается... Вы понимаете? Мужчина в 20 лет может говорить «не скажу» и намекать туманно на свои перспективы будущие. А когда мужчина уже под 40 лет начинает говорить «не скажу», это вызывает больше вопросов. То есть он моложе явно, чем... Что-то у него лицо изменилось. Ну, вот садок. Скептически живет, то есть человек как бы взрослый, до сих пор живет с родителями. Сколько нужно денег для того, чтобы не шиковать начальный капитал, вот строить дом? Сколько нужно в деревне? Вот сумма. Начать дом строить? Фундамент миллион. Вы обладаете такой суммой, чтобы вот начать строительство? Я вообще не обладаю такой суммой, чтобы начать строительство. Я хочу купить дом готовый. А-а-а. Причем не коттедж, а... Именно деревенский дом. Деревенский дом. У бабушки. Коттедж строить, это можно вон за Москву поехать. Я не обладаю таким возможностью, чтобы строить коттедж. В тех домах деревенских, которые уже сейчас построены, в них коммуникации не предусмотрены. Там максимум можно газифицировать, электрифицировать. Вы так не хотите жить? А в плане, я бы хотела, конечно, если это будет начало, то это одно. Тогда в самом начале программы, когда мы с вами говорили, вы должны были сказать, мне нужен состоятельный мужчина с кошельком, чтобы он помог мне мою мечту осуществить. Если в качестве начала для переезда это деревенский дом, это да. Но что, я вообще никогда не хочу строить никаких там коттеджей, а к чему стремиться тогда? То есть ваша любовь к цивилизации больше, чем ваша мизантропия, я так понимаю. Я бы хотела в комфорте все-таки. Если есть такая мечта, дерзайте. Я буду пробовать. Пробуйте. Пожалуйста, пробуйте. Ну вот с Александром вы видите себя в одной упряжке? Слишком мягкий для меня. Мягкий. Мягкий? Мягкий. А я просто в деревню недавно приехал, наверное. Раздобрил. Раздобрил. Там люди другие совсем просто, деревенские люди. Я была, недавно знала. Чтобы жить в деревне, нужно к деревенским людям приспособиться. Она вообще агрессивная, ей не нужно охотно. Деревенский кто? Ну да, кстати. Я думаю, что она сейчас выйдет, сама дом пойдет строить. Она сейчас скажет, да вы нифига не знаете. Она вообще не знает. Она просто не знает, сколько денег может вообще уйти элементарно. Если бы она так любила деревню, ребят, если бы она так любила. Она бы сейчас мед ела уже рукой, вы понимаете, с банки. Она вот так вот просто поглощала бы его в этот момент. Саша, а как вы считаете, какие самые страшные трудности могут подстерегать нашу невесту? Ну, городские жители, они не очень воспринимают городских жителей деревенских. Они простые, да. То есть она всегда чужаком была? Бабушке, да. Бабушке простой придешь, там малышка попросить, нужно как-то вот так вот к ней подойти аккуратненько. Ну, вы тоже свою мечту не оставляете. Саша, не оставляйте. Нет, 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 нет. Хочется, пожалуйста, яд за возрождение. Ребят, давайте, ну, не будем уже такими быть снобами, чтобы говорить, что, милочка, если у тебя нет трех миллионов, о чем ты мечтаешь? Нет. Верю я вам, что у вас все получится. И вам, Надюш, верю, и вам, Александр, верю. Вдвоем легче. Вдвоем легче, если договоритесь, ребят. Вы молодые, прекрасные, здоровые люди. У вас все получится. А вы сюрприз какой-нибудь приготовили? Да, у меня небольшой сюрприз, песня Сергея Беликова. Хорошо, в сельском клубе будете жечь. Можно, да. Спасибо, проходите. Не такой уж звонкий мне достался голос, Но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром суматошный город Я уехал, чтобы только городские песни Сам себя считаю городским теперь я Здесь моя работа, здесь мои друзья Но все так же ночью снится мне деревня Отпустить меня не хочет Родина моя Спасибо, мой дорогой Спасибо, спасибо, Сашенька Проходите в свою комнату Вот удивительное дело Может, никакого события вроде бы не произошло сегодня, да? И никто не пришел с какой-то такой вот реальностью, чтобы я обомлела Все только вокруг мечты от каждого Но у меня хорошее настроение Мне как-то светло внутри Вот я посмотрела на эти ролики Деревня, природа Мы живем в такой роскошной стране У нас такой потрясающий климат Подмосковье это просто роскошь Хорошо Вот все хорошо И хорошие ребята Неплохие Правда? И вы хорошая барышня И Александра мне понравился А что? Большинство таких Вообще, вот мне кажется, наша страна и держится на таких вот парнях Как Александр, Роман, Серега Потому что когда надо, они защитят Запросы мне не нравятся Она не понимает просто того, что она хочет Александр абсолютно прав, когда говорит, что в деревне царят свои особые отношения Это не просто подойти к бабушке и попросить молока Расскажу вкратце историю из жизни деревни Откуда родом семья моего мужа Восемь дворов всего Одна-единственная медсестра, которая захаживает Много пожилых людей, ну маленькое население деревни Пришла медсестра чуть-чуть подвыпивши Человеческие слабости На нее взяли и пожаловались Эти самые жители деревни в район Ее медсестру взяли и уволили И теперь сидят они без медсестры Вот такая история Были бы более терпеливы Вы понимаете, здесь с городскими мерками Там нельзя подходить Там своя жизнь особая Там свой мир Да, чуть другой Согласна Придется перестраиваться Мне кажется, что Александр Он мне, моего деревенского жениха Ну еще когда мне там 17-18 было Тоже такой тихий этот Ну как на трактор сядет А руки-то, господи Так у него все горит просто А зачем он много говорить? Вот я вот смотрю и думаю, а зачем? Он дело делает, собственно говоря Я говорю, первое впечатление Я не видела Ну а не ваше неправильное Это еще вкусово Потому что мне кажется, что Мужчина малоговорящий, робкий, спокойный Это гораздо, ну как-то не знаю Приятнее, надежнее Нет, конечно, просто лучше делая, чем говорить Я бы вышел за ней Если бы она была чуть-чуть попроще Ну хорошо Вам советоваться не с кем Будете советоваться с нами А мы уходим на рекламу И через несколько минут Вернемся в эту студию Оставайтесь с нами Надежда, я вижу в ваших глазах Такую тоску и разочарование Мне кажется, вы пожалели, что пришли к нам на программу Не тех женихов ждали Не пожалела, что пришла, но ждала не тех Вы в самом начале объявили о том, что вы мизантроп Но я хочу вам ответить Хочешь, чтобы тебя любили? Люби Я не думаю, что вы способны любить Объявив о том, что в 28 лет вы от всего устали И люди вам надоели Вы от людей хотите сбежать куда-то Так вот эти люди слышат и думают А в тебе-то что такого хорошего? Зачем ты это нам нужна? Я это все прекрасно понимаю Зачем ты нам нужна? Трудно выжить с таким характером, как у вас В деревне нужно быть открытой, милой людям Приветливой Для того, чтобы Не дай бог, что с вами случилось Не дай бог Наводнение Пожар Не знаю, забор упал У людей, у ваших соседей Должно возникнуть желание Прийти к прекрасной Надьке И помочь ей Если деревни не любят А у вас такой взгляд Они еще и вам и напакостят Понимаете? Может быть они меня изменят? В лучшую сторону Нет, надо уже ехать готовы С открытой душой в деревню Сделать все для того, чтобы подружиться Для того, чтобы понравиться Вот и все А я даже не представляю с кем Вот с Сережей Хорошо бы было там вам Потому что соседи далеко Он такой тоже городской житель, как и вы Но он хотя бы что-то Вот сегодня Нам принес Реально и показал Вот это мед Вот это моя бытовка Которую я построил А вы пока только мечтаете И не любите никого Я бы вам посоветовала Пойти к Сереже Ну девочка интересная Но чего-то мне в ней не хватает Я бы так сказал Нет, ты изюминки не выхватил Не поймал А если бы она сюда зашла Вышел бы? Нет Мне всех троих жалко Потому что Именно в сельской местности Намного сложнее Потому что Ну вот эти зимними вечерами Как говорится И мужчина Не только Постирать Погладить А еще душевно тепло ждет А вы сели вот Как потребительница Этого не хочу Хочу готовое А сколько у тебя то А это мне не нравится И так далее Ну Тогда только среди Свинок, пчелок и курочек Мужик он тоже человек Да Ему любить надо И всю его родину И его прошло Зайдет А вот Если ты проспоришь Я тебе щелбан Не хочу Щелбан Не хочу щелбан Вась Будьте пока А ты следовательный И проявите свою Скорпионскую натуру Хотя бы в том Чтобы Сейчас в себе сомнения задавить И пойти к Сергею Потому что Тоже ты за Сергея Я тоже за Сергея Потому что Нет Потому что это действительно Такой наиболее явный Воплощенный образ Из того что вы пожелали Да он не идеальный Но Встретить в студии Мужчину который абсолютно Идеально по мерке подходил бы Мне кажется Верх наивности Согласна Но вы можете пойти В другую какую-то комнату Мы в любом случае Вас поддержим Любое ваше решение Прошло Спасибо Первый жених Второй и третий Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс Их номером по телефону 4151 Кира 36 лет Номер 3477 Успешный адвокат Участница конкурсов Красоты Занимается спортом Любит путешествовать Мечтает познакомиться С независимым мужчиной Которому подарит Очаровательных детей Татьяна 23 года Номер 3478 Инструктор по восточным танцам Увлекается конным спортом Любит путешествовать Ее спутником Может стать романтичный Оптимист 33 лет Мы не знаем Выйдет надежда одна Или со сбранником Я приглашаю всех Выйти и поддержать ее АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень жаль, что у нас сегодня нет пары Если вы тоже одиноки Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4151 А я Лариса Гузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно оттачивать зубы Себя отращивать зубы Курлык-курлык АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я надеюсь, они не в вашей спальне воркают Вот нагадили там все И воняет еще Ну, надо лицо-то сохранить-то, в общем-то И вот, вы знаете, на столе лежит мой муж маленький Один в один копия Он раскодировался Раскодировался так, чтобы было весело всем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...